А я не просто так стою здесь один, потому что моя прекрасная соведущая уже отправилась встречать гостя, которого прямо сейчас я просто не могу дождаться вам представить. Приурочена, как вы понимаете, наша встреча именно ко Дню Радио. Так что с большим удовольствием представляю нашего коллегу, главного редактора радиостанции «Море» Вячеслава Петрова. Доброе утро! Доброе утро! Первый вопрос самый важный в такое время. Как утро прошло? Да, в принципе, все стандартно, учитывая утреннее направление деятельности, подъем, прибытие на работу. Вот уже первый час от эфира или и теперь к вам. Ну, празднично от эфира или хоть? Да, у нас сегодня на Радио Море как раз идет такая массированная акция. Мы разыгрываем от утреннего шоу несколько подарков приятных. Вот в течение первой половины дня точно будем раздавать подарочки. Так, а вот это уже интересно. Подойду поближе, рассказывайте, как поучаствовать, что за подарки. Мы сделали своего рода такой эфирный квест. У нас есть шесть зашифрованных слов. Два слова будут зашифрованы в эфире и четыре слова в наших соцсетях. Вконтакте, в Инстаграме. И вот если внимательно все слушать, смотреть, рассматривать, то можно будет собрать итоговую фразу. Она получилась несколько нетривиальной, не связанной логически абсолютно. И вот после 16.00 надо будет эту фразу нам скинуть в СМСК. И кто первый скидывает, тот побеждает. Так что, зрители наши дорогие, берите этого внимания. Ну, а расскажите, пожалуйста, как все-таки с годами развивается радио, на ваш взгляд? Как оно остается все равно таким популярным, несмотря на развитие интернета, различных соцсетей, также музыкальных? Как удается? В этом есть своего рода магия и какая-то продуманность, буквально основательная, фундаментальная продуманность. Потому что, да, радио меняется с каждым годом, я бы сказал, даже с каждой неделей. Что-то новое привносится, что-то, конечно, отмирает и уходит. Но сам способ получения информации, то есть, если вы хотите почитать газету, вам нужно развернуть газету, вам нужно посидеть ее внимательно читать. Телевизор, опять же, вы должны сконцентрировать свое внимание на картинке, потому что, опять же, магия телевидения заключается в том, что доносится часть информации именно визуально. Интернет, ребят, вам все равно придется там даже на телефон просто, вы за рулем едете, все равно вам придется взять телефон и там посвайпать, посерфить интернет. Радио не предполагает абсолютной концентрации. Вы что бы ни делали, вы включаете радиоприемник, вы слышите. Все радиоведущие, все радиостанции сконцентрированы, заточены на том, чтобы вы получали максимум информации посредством звука. Все, вы можете при этом делать что угодно. Но мы знаем, что радио море остается одним из самых популярных в Крыму. Да, мы, кстати, этот год встретили с очень таким бравурным настроением. Вот по последним опросам, радио море самая популярная в Крыму радиостанция. Как вот вам все-таки удается, так скажем, удержать своего слушателя, заинтересовать его, чтобы... Мы случайно. Случайно? Нет, единственное, да, мы решили пойти, может быть, несколько рискованным путем. Но изначале в коллективе собрали людей, у которых есть опыт просто феноменальный, там, от 15 до 20 лет работы в сфере радио. И к ним подсадили ребят, как раз вот молодых, которые в эфире работают год-полтора-два. Они чувствуют, что интересно современному слушателю. Опытный человек держит ритм эфира. Вот этот вот молодой, он держит интерес эфира. И, на мой взгляд, благодаря вот этому эксперименту мы достигли, ну, хороших очень результатов. То есть эксперимент не оказался провальным, хотя рискованным. Ну, а какие у вас планы все-таки на будущее? Ой, о планах сложно говорить, потому что вот буквально там в конце прошлого года мы уже планировали потихоньку выходить за пределы эфира, проводить какие-то акции среди слушателей, среди симферопольцев, среди крымчан, наладить именно непосредственное общение. Мы думали, вот буквально с весны начнем выходить в люди. Но вы сами видите, что получилось. Не получилось. Как только, так сразу, значит. Мы, да, у нас есть задумки. Мы, может быть, там свои какие-то будем проводить концерты, вечеринки, какие-то ивенты. Но, опять же, будем потихоньку из студии выходить для того, чтобы уже непосредственно общаться не через радиоэфир с нашими слушателями, а вживую. У нас зреют новые проекты, мы будем надеяться, что уйдет не так много времени. Кроме того, ну, в принципе, уже многие говорили, поэтому это не тайна. У нас скоро для всех трех радиостанций нашего холдинга откроется отдельный дом, дом радио. И вот уже в очень скором времени мы окажемся там. Там все просто блестит, там сверкает, там все по свежайшим технологиям. Там все очень-очень круто. Я думаю, это позволит нам как раз делать и звук, и продукт на очень хорошем, ну, я бы не побоялся сказать, таком всероссийском уровне. Так что скоро будем поздравлять вас с новосельем. Скоро, очень скоро. Я даже надеюсь, будем ходить в гости. Так разрекламировали, что хочется заглянуть, зайти, потрогать все даже. Мы там часто приходим, а вы там как-то редко... А теперь почаще. Да, теперь будем почаще. Тем более, там действительно теперь будет что показать. Что послушать. Это, кстати, вот опять же, за что хотелось бы сказать огромное спасибо нашему руководству, потому что мы люди творческие, иногда идеи у нас, ну, прям скажем, абсурдные. Будем смотреть правде в глаза. И я как раз иду по той стезе, когда иногда нужно попросить побольше. Понятное дело, не всегда получишь то, что хочешь, но вот все, ну, не все, большинство идей, которые возникали, которые воплотились в жизнь, это вот как раз благодаря тому, что наше руководство поверило в нас и дало нам возможность поработать в таком формате. Так-так, то есть изначальной идеей был радиодом и частный вертолет, да? Ну и потом решили, что... Ну там же стаи пингвинов, несколько пираний, вот. Ну там, да. Без этого в эфир не выйдет, сами понимаем. Как можно больше сладкой ваты. Ну что же, на такой позитивной ноте мы с вами попрощаемся. Еще раз поздравим вас обязательно с праздником. Желаем вам успехов. И главное, сейчас, конечно же, крепкого здоровья. Да, огромное спасибо. От меня тоже поздравления всем тем, кто занят в сфере радио. Я обычно в этот день люблю поздравлять и в том числе слушателей. Мы не должны забывать о людях, которые технически обеспечивают радиослушатели. Это те люди, которые, в принципе, имеют непосредственное отношение к радио. Потому что мы для них, ради них и работаем. И те, кто мы есть, из-за них. Поэтому всех с Днем Радио! А такие замечательные слова сказал главный редактор радиостанции «Море» Вячеслав Петров. Спасибо, что к нам заглянули. Но кое-что все-таки должен сказать. Каюсь, но даже в день радио должны мы следить и за сетью интернет. Поэтому подборочка самых интересных видео из сети на сегодняшний день специально для вас.